Продолжение следует... 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 перерости в новое жорстокое протистояние. Россия может развивать полномасштабную континентальную войну. И это может происходить в любое время. У нас нет альтернативы, как быть готовыми к этому. И наше завдание, в первую очередь, Ради национальной безопасности и обороны, забезпечить полную мобилизацию всех наявных в стране ресурсов. Для того, чтобы побудить потужный оборонный комплекс, для того, чтобы быть готовыми до височи агрессора, для того, чтобы быть готовыми полностью звольнити нашу территорию. Кожна хвилина, кожна година должна быть использована именно этой методой. Мы должны, несмотря на страшные экономические проблемы, создать одну из самых мощных армий в Европе. У нас нет альтернативы для этого. У нас нет альтернативы без сильной армии победить такого аресура, как Российская Федерация. Безусловно, для того, чтобы весь оборонный и безопасный сектор эффективно працювали, необходима чуткая взаимодействие и координация всех его складов. И именно в этом была серьезная проблема. И именно это является одним из главных задач Ради национальной безопасности и обороны, которая должна быть не кадровым отстойником, а именно центром координации и принятия соответствующих и ответственных решений. Координации сектора безопасности и обороны, координации всех основных элементов этого сегмента. Наша война, шановные друзья, завершится только тогда, когда будет освобождена вся территория Украины, включая автономную Республику Крыму. Одна из первочерковых задач, которая сегодня стоит перед РНБО, это безусловная подготовка и принятие оборонного бюджета Украины. Так, ситуация в экономике очень сложная. Кабинет министров будет запроваджувати режим жорсткой экономии коштей, но даже в этих условиях. Мы обязаны обеспечить гидное финансирование Збройных сил, национальной гвардии, тих сегментов сектора безопасности и обороны, которые сегодня формуют весь наш оборонный потенциал. И тут, безумовно, будет сложная дискуссия. В первую очередь, на Раде национальной безопасности и обороны, которая должна происходить в субботу, именно с этого вопроса. Но я еще раз повторю свою позицию. Незваживаясь на экономию всех ресурсов, финансово в первую очередь, мы не можем экономить на наших Збройных силах, на нашей национальной гвардии, на нашей обороне. Рада национальной безопасности и обороны должен, безумовно, стать центром реформирования всего сектора безопасности и обороны. Без системных реальных реформ мы не можем говорить про сильную боязнодушную армию, мы не можем говорить про эффективные силовые структури. Нам нужна новая стратегия национальной безопасности, нам нужна новая военная доктрина с чутким признанием главного противника. Необходимо, безумовно, и это также одним из проритетов РНБО, секретаря Ради национальной безопасности и обороны, аппаратур, Ради национальной безопасности и обороны, это проведение трех новых заходов щодо удосконаливания структури стратегичного и оперативного управления всем секторам. Рада национальной безопасности и обороны должна стать центром швидкого реагирования на будь-якую загрозу, будь-якую загрозу безопасности нашей страны. И именно из вопроса этих загроз повинен прийматься широкие и эффективные решения. Одна из комплексных задач, над которой уже працюет Аппарат РНБО, это побудова ситуативного центру Ради национальной безопасности и обороны Аппарат Ради национальной безопасности и обороны, Единої мережи ситуативных або антикризовых центрів, которые должны работать в всех селевых министерствах, ведомствах, центральных органах, виконавчих ВАД, а также региональных администраций. Аппарат Ради национальной безопасности и обороны, были выдавлены деньги. Но, на первые, как это было в часы президента Януковича, были красивые декларации. Даже здесь сделано помещение, когда мы его запустим, мы вам его покажем. Поставлены мягкие мебли, хорошие столы, большие экраны. Но деньги, которые выдавлены, на это, в частности, 70 миллионов на программу обеспечения, были банально вкрадены. И сегодня есть сетитивный центр, который не функционирует, не работает, который имеет мощный сервер, мета которого передней власти была выключена, мабуть, обработка данных Центральной выборной комиссии при организации форшивания выборов. Материалы переданы до Генеральной прокуратуры. Мы сподяемся, або вернути деньги, або в всяком случае посадить тех, кто их крал. Безусловно, 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 выжить на экс-керевники РНБО, экс-секретаря РНБО Андрея Клюева. Это его ответственность. В тот же час, шановые коллеги, мы будем находить ресурсы, для того, чтобы главный ситуативный центр страны был запущен в ближайшее время. Нам необходимо, безусловно, переглянуть, и на этом будет працювать Радная Центра Безусловной обороны с засадой мобилизационной политики нашей страны. Мобилизации не только людского потенциала для Збройных сил и национальной гвардии, но и мобилизации материальных ресурсов, создания мобилизационных резервов. Одна из задач, которую мы должны реализовать, и это вопрос, будет также расследоваться на Найближнем заседании Радной Центральной Безусловной обороны. Это вопрос поэтапного освобождения, несмотря на все загрозы, наших граждан, которые были мобилизованы до главных сил национальной гвардии в поточном году. Это задача наступного года. Это будет происходить не одноразово. Преоритеты будут выстроены так же, как и мобилизации, в первую очередь, те, кто впервые мобилизованы и так поэтапно. Но для того, чтобы оборонная здатность страны не была поставлена под сумнёв, нам не бить без декілька этапов новой мобилизации на замену тих, кто выполнил свой гражданский обвязок, кто героично защищал нашу Украину. Таким чином, мы не только обновим наш склад Збройных сил, наших Збройных сил, но и отримуем за рахунок звольненных військовослужбовцев потужный 100-тисячный резерв наших Збройных сил. Цей резерв будет закреплений за військовыми частинами. И в умовах необходимости, в умовах военного стану негайно станет строя и будет о том, что президентом законы Яка викликала до речи суттєву дискуссию Негайзова 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 Корупция Это один из главных врагов Украины РФ И безумовно Рада Национальной Безпеки и Обороны не будет подминять органы, которые покликаны до чиновного законодательства забезпечить борьбу без посреди с корупцией. Я напоминаю, что наибольшим Нам необходимо, и тут РНБО также будет сопротивляться и обеспечивать реализацию этих задач, это создание Национального антикоррупционного бюро, Национального агентства с вопросом обеспечения коррупции, Державного бюро расследований, то есть, кроме того, вопрос о борьбе с коррупцией сняти из службы успехи, из Министерства внутренних справ, то есть. И в этих условиях задача РНБО не подменять эти органы, а обеспечить координацию их работы и скрывать их на результат. И не привык, и жаль, саме результата в борьбе с коррупцией не вистачает для всех нас. И это главный також приоритет нашей деятельности – обеспечить конкретные результаты в борьбе с коррупцией, а это означает, что конкретные коррупционеры должны быть увязаны, должны сести за гради. Только так можно оценивать результаты, а не желаниями, закликами або гаслами. До речи, когда говорить про борьбу с коррупцией, на мою думку, одна из наиболее высоких и небезопасных ванок в этом направлении, в этой справе, это, безусловно, судовая власть. Суды, которые должны ставить крапку в вопросах вынесения вредов коррупционеров, сами погрязы в коррупции, сами принимают неправосудные решения, сами судовая система за час обновления власти, фактически не изменилась, оставалась старой, коррупционной недолгою, а моральною. Это также выклик нашей безопасности. Когда мы говорим о необходимости судовой реформе, то, на мою глубокое переконание, судовая реформа не запрацюет, пока несколько сотен судей сами не сядуть за гради. Мы не можем значить в кровь жировости, но я не вижу другого шляху, примусить суды принимать правосудные решения. Больше того, я дал доручение своим коллегам сформировать реестр тих судей, которые выносили неправосудные решения, которые извольняли вбивцы, которые извольняли коррупционеров махровых заточения Януковича. Реестр этих прозвищ будет складываться. Я вернусь до службы безопасности ДОВС, чтобы они забеспечили неможливости с этим судьями покинути краю, пока не будут доведены криминальные справы, что до них. Окрім того, очень важное вопрос, шановные друзья, это разом с внятем недодатокальности народных депутатов, на чем сегодня працюет коалиция сняти на терканье судей. Это комплексное вопрос, и мы, безумовно, будем обратиться до Верховной Ради, чтобы это произошло в ближайшее время. С этим вопросом отвлекать невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok и нездатность органов виконавчого влада, государственного влада выполнять покладенные на них завдания. И именно это те прориотеты, которыми будет работать Рада Национального безопасности и обороны. Дякую, я готов. Без полиции на Ваши питания. Петр Шокленов, Александр Валентинович, скажите, пожалуйста, вопрос по поводу наших заложников, которые находятся у террористов. Известный переговорщик, господин Рубан, утверждает, что якобы террористы готовы, но заминка происходит с нашей стороны. Прокомментируйте, пожалуйста, действительно ли это так, или все-таки ситуация происходит. Прокомментируйте, жаль, это колоссальная проблема. И наши военные, наши военные, которые сегодня являются заручниками у российских террористических группированиях, находятся в других условиях. И их освобождение – это также одним из проритетов для нашей страны, в целом. И, например, жаль, нахожусь этого больше пиару, чем конкретные дела. Это вопрос будет также в сфере контроля Радиоанстана безопасности и обороны. У нас працює Служба безопасности Украины в этом направлении, и я думаю, что самая канализация в одному, скажем, органу, вивчення и развязывание этой проблемы обеспечивает конкретный результат. Но, когда мы говорим про инициативу президента, в частности, позиции, которые были подписаны в Минске, одна из главных вопросов, которые, как критерия выполнения Россией, взятых на себя, это полное освобождение всех захопленных заручников, которые находятся как на территории окупованной, так и на территории Российской Федерации. Продолжение следует. Продолжение следует. как оставить брочек в батальоне, вопрос о коррупции. Сейчас Европа говорит, что будет снимать санкции с посадочной часы Януковича, как Иванюшенко, как Якименко, потому что украинская прокуратура не хочет ничего доводить. Не вижайте, что яремя скоро будет ставку, и как реагировать, если Иванюшенко гроши заплакует? Шуми, друзья, я застанюю питание, почнула ответить. Это действительно актуальная проблема для нашей страны. И эта проблема не только справедливости, потому что злочинцы, которые обеспечивали существование режима Януковича, которые фактически ответственны не только за знущение над Украиной, не только за убийство людей на Майдане, но и за много миллиардов сумм, которые были введены из государственного бюджета из кишени каждого гражданина на Украине. Я вам хочу сказать, что это колоссальная безответственность, так я скажу, органов судовой влади, окремых силовых структур, потому что досі не вынесены вироки, не просто криминальные справы, фактовые или конкретные, а вироки должны быть им вынесены. Я вам напомню, что наприкінці деятельности Верховной Ради 7-го скрикания был принят закон, который позволяет принимать решение о вынесении судовых вироков тим злочинцям, которые переховываются от правосудия. В первую очередь, это было именно про Януковича и его оточение. Поэтому я еще раз хочу сказать, что у нас есть все право и предоставки, не просто говорить про криминальные справы, а про вироки этим злочинцям. И эти вироки должны быть негайно вынесены. Это один из вопросов, которые мы проводим на Раду, и будем брать под контроль. Это вопросы, которые заложатся от наших правоохранителей, от того, в том числе и судового владения, про которую я уже говорил. Про те проблемы судового владения, про которые я говорил. И я хочу вам сказать, что сегодня есть величезные суммы, которые зарештованы нашими партнерами в Европе, в частности. Но когда не будет судовых вироков, то эти арешты будут зняты. А когда мы говорим про необходимость найти деньги для финансирования бюджета обороны, для финансирования бюджета Украины, в том числе и социальных программ, мы говорим про кредитование МВФ, а эти ресурсы, которые вкрадены из страны, они споставлены с кредитами МВФ. И саме эти вироки позволят нам не только конфискувать и реализовать, приведя кошти до бюджета, те ресурсы, которые находятся на территории Украины, а лишь за межами Украины. Поэтому не только с правой, а вироки. И это и это приоритет, над которым мы будем работать. А чья вина? Шановные коллеги, я думаю, что я не хочу начать с того, чтобы тикать пальцем в того или иного керевника. Дайте мне возможность працювать. И когда я не примушу их працювати, то тогда скажу, кто будет виноват. Что касается гуманитарного конвоя. Вы знаете, безусловно, тут должна быть чёткая координация и контроль працювания гуманитарных вантажей с украинской территории. Потому что вчера буквально мы мали разговаривать с урядовцами президента Украины Петра Алексеевича Порошенко, как раз с вопроса о том, что гуманитарного конвоя для больше нужденных. Есть интернаты на оккупированной территории, где наши украинские даты. Есть будинки престарелых. И самая цельная помощь от государства необходима в этих условиях. В то же время, безусловно, должна быть чёткая проверка будь-яких вантажей, чтобы под выглядом гуманитарной помощи не передавались и они могут использоваться против нашей страны, в том числе и тими террористическими группированиями, которые сегодня стреляют в нас. Саме поэтому это вопрос должен быть жорстко взятым под контроль. Но, вы знаете, когда выходят инициативы от окремных, скажем так, я слышу от деяких депутатов ці инициативы, которые озвучились в интернете, в том числе, что до блокирования гуманитарных конвоев, пока не будут звольнены заручники, вы знаете, во-первых, это колоссальный негативный международный резонанс. Но в чём главная проблема? Тих, кто тримает наших хлопцев, кто тримает заручники, им не плювать на детей сирит, на тих стариков, которые не доедают, которые в важких умовах. И их не цікавить это вопрос, их не цікавить гуманитарные, скажем так, тих грузов, вантажей, которые скеруются самым целевым шляхом до этих установ. И поэтому, знаете, это немало вплива, немало сенсу, немало логики. А именно поэтому, я ещё раз хочу сказать, тут не должна быть анархия, тут должна быть чутка державная позиция. Мы можем обеспечить гуманитарную помощь саме тих граждан Украины, которые сегодня беззахисны и фактически остались также заручниками на окупованной территории. В то же время, я ещё раз хочу сказать, что можете говорить, что это жесткая позиция, но для нас життя каждого солдата, каждого из космоса, это величезная драгоценность, величезная ценность. И когда сегодня, порушивая режим припинения огня, продолжаются обстрелы, або будут спроби снова начать этот формат обстрела, я могу сказать, что в таких условиях мы не сможем обеспечивать обслуговывание энергетической инфраструктуры, которая обеспечивает это регионы. И это должны понимать и те, кто стреляет, и в мешканцах этих регионов. Надо вспомнить, как выходили представители Луганской области, Донецкой области, и блокировали пересування наших військовых в березні, квітні, в травму. Пришло час самим выходить, чтобы виживать и защищать власную страну, и блокировать тех террористов, тех российских агрессоров, которые сегодня пробуют стрелять по украинской территории. Валерия Кондратова, Леги Бізнес-информ, вы анонсовали несколько хвилей мобилизації наступного. Когда можно ждать первой хвиле, сколько людей она может зачепить? И таки запитания, вы скажете, что если у резерв станет 100 тысяч військовослужбовцев, то означает, что, например, 100 тысяч будут признаны в результате этих хвилей? Шановные друзья, из этого вопроса будет приниматься решение Ради национальной безопасности и обороны. После принятия этого решения я боязково поведомлю про его детали. Я хочу сказать, что Украина потребует очень серьезного переозброяна. И одна из причин великих втрат – это то, что у нас не хватает современной, особо точности оружия. У нас, вы знаете, основа нашего, скажем так, потенциала, это оружие Радянского Союза, когда мы говорим про систему залпового, когда мы говорим про авиацию, то есть, про артиллерию в том числе. И ситуация такая, что одним из главных приоритетов, которые мы будем ставить перед нашим оборонпромом – это, безусловно, разорвать необходимость импортной складовой, российской складовой, которую потребует украинская оружие. Это реальная проблема, это реальная безопасность. Мы должны терминово восстановить большинственные аналоги таковой оружии, або переходит полностью на нацирские стандарты. Безусловно, проблема військово-техничної допомоги – это проблема, которая стала перед нами еще на начале этого года. И, на привык и жаль, на привык и жаль, вы знаете, что касается летальной сбойки, жодного, даже пистолетом, я не говорю про большую серьезную вещь, не было поставлено в нашей стране. То есть, наша страна рассчитывала выключено свои усилия. Но это не есть, правильно, это не объективно. Потому что наши стратегические партнеры также были гарантами нашей безопасности, когда мы отказались от ядерной оружии, згадайте, Будапештский меморандум, в частности. И именно поэтому я очень приветствую решение Соединенных Штатов Америки. Надеюсь, что этот закон будет подписан президентом Обамы. И мы начнем с системой военно-технической сотрудничества. Я надеюсь, что до Соединенных Штатов Америки объединятся и европейские страны. Потому что российская агрессия – это гроза не только Украины. Фактически, Россия взломала всю систему коллективной безопасности в Европе. Они взломали, зруйнували весь правопорядок, который был формован после Второй святой войны. И сегодня Украина стоит правом, фактически, за цивилизованный мир. И я уверен, что обовязок цивилизованных стран, цивилизованного света, наших стратегических партнеров, не только морально не поддерживать, не только обеспечить реализацию экономических санкций против агрессоров, но и реально співпрацювать в техническом плане. Вы несколько раз в своем выступлении называли, что «Тривая война». Но на папе это является антипериологическая ситуация. Чи будет, наконец, названо своими именами назначено військовой станкой? Вы знаете, в случае необходимости, безумовно, будет введен военностан, когда для этого будет реальная необходимость, реальная загроза. И для этого будет, скажем так, передумов. Мы працюем в том правовом режиме, в котором можно протистояти той небезопасности, которая сегодня является над страной. Но реальная мы называем речи своими именами. Что касается режима военностан, вы знаете, в изменениях до закону про РНБО также сказано, что в этих умовах Рада страны безопасности должен обеспечить создание ставки Верховного командующего и, безумовно, тут обеспечить ее работу. И наша задача, когда мы говорим о мобилизации всех ресурсов Украины, в том числе, будет готова для введения военностан. Мы должны быть готовы для этого. Потому что реальная агрессия, масштабная агрессия, реальная, скажем так, полномасштабная континентальная война – это та загроза, которая не снята с порядка денного. Пане Александр, Вы говорите про то, что завдание реформы армии Збойных сил – это, в частности, установление доброй системы управления. И это то, что нарекают очень много людей с фронта, что армия, как говорится, больше Майданом, теперь остается. Что означает, что будут какие-то кадровые решения, в частности, что Генерального штаба, как Центр, из которого принимают все решения, мают в том числе и Муженко, они кого-то нарекают? Что мне, коллеги, я хочу сказать, что, что касается кадровых решений, это исключительно пререгатива президента Украины. И я уверен, что президент Украины Пётр Алексеевич Порошенко будет принимать решения эффективные, правильные и свою часть. У меня не было в этом сумме. А аппарат Рады Центра безопасности, возможно, будет ему этому помогать. Я вижу, что вопрос больше нет. Спасибо. 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 Слушайте, несерьезное вопрос. Когда несерьезное, давайте. Пан Александр, знаете ли вы своё приспись в социальных мережах и как вы до него ставите? Вы знаете, когда в некоторых социальных мережах пошла информация, что призначение кривого пастора, кривого каббалу рубля, то я вважаю, что это просто співпадение. Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо.